Всем привет! Мне часто задают вопрос, почему Настя с Катей живут отдельно. Те, кто смотрит наш канал давно, конечно же, это знают. Мы сняли им квартиру, потому что нам здесь совершенно невозможно разместиться. У нас две комнаты, в одной моя мама, во второй мы с Костей и с Алисой. И девочки хотели, конечно же, иметь свою комнату, чего мы себе не могли позволить. Тогда мы пришли к такому решению, неожиданному, снять нашим еще учащимся девочкам в школе квартиру, недалеко от нас. И успешно это реализовали. Алиса с папой идет гулять, да? И мама сейчас присоединится тоже. Кто такая красивая? Давайте посмотрим, что сегодня приготовил мне фудхакер. Завтрак. Гречаники с соусом, 242 килокалории. Похожи на котлетки. Так понимаю, это котлетки из гречки. Мне прям деруны вспомнились, я обожаю деруны. Хотя они вредные, жареные. Первым перекусом у меня будет фруктовое суфле. Вот так оно выглядит. Очень и очень симпатично. На обед суп под названием суп строчатела. Стейк с гороховым соусом. Вот он. Табуле. Ну и название, конечно. Ну, какие бы названия не имела еда. Главное, что она выглядит мега привлекательно. Через 3 часа после обеда вот такой перекус. Шикарно выглядит. Глазированные шарики. Прям хочется уже прямо сейчас съесть. Но буду терпеть. И на ужин рыба в томатном соусе с овощами. 260 килокалорий. Все такое красивое, аппетитное. Просто супер. Все? Мы вас ждем на улице? Да. Пойдем. Беру с собой запасной комплект одежды для Алисика. Рубашечку, если будет холодно, накинем с рукавчиком. Брючки и ботиночки. Алисочка, заждались маму? Да, сад, долго вы собираетесь, скажи. Мы уже тут возмущаемся, возмущаемся. Да, жаленька моя. Мы сейчас поедем к Насте. Ей надо что-то там напечатать. Для подготовки к экзаменам ей нужно какую-то книжечку напечатать. И принтер перестал работать. Мы сейчас поедем, попробуем его заправить новыми чернилами. Алиса меня ест. Мы еще решили заехать на шиномонтаж. Попробовать обклеить колеса. В Алискиной машинке. И починить надо колесо от коляски. А то мы сейчас без коляски остались. Да? Да. Уже все, переслушала мультиков Алискиных. Уже первая мысль. Едем, едем, едем. На машине едем, едем. Едем далеко. Так, я не знаю, где находится шиномонтаж. Костя нас везет. Прикольно. Вот мы с серьезным ремонтом. Здравствуйте. Смотрите? Да. Я думала, от машины. Мы решили зайти в магазин по дороге, купить воды. Очень жарко, все хотят пить. Все раскупили. Я вот так возьму, покупку. Ну ладно. Давайте Алисе шарик воздушный купим. А дальше? В смысле опять? У нас его сто лет не было. Алиса выбирает шарик. Все, мы выбрали вот такой шарик в виде конфетки. Походу магазин стал праздником. Все, мы у девочек дома. Настя показывает, что принтер не работает. Ну, вернее, он печатает. А фотографии как печатают? Не знаю, она попробует. А как он печатает? А, вот так, блекло, да? Ну, быстрее, даже видишь. Надо просто сейчас тебе поменять чернила. Алиса, мы тут были. Я думала, это что-то валяется, а это сова сидит. Помню, помнили эту сову. Как она используется? Ну, а вы что-то с ней делаете, лежите на ней. Не, она для декора. О, Настя носит носочки из эпицентра. Видишь, мало, только пурпурных. А черные почти полные. Сейчас я уверена, что мы поменяем чернила и все заработает. Ты помнишь, наверное, вот. Это что? Молоко. У вас в холодильнике что-нибудь пропадает? Покажи, покажи. Посмотрим, как вы тут живете. Ну вот, я колбаску кушаю. А колбаска давно куплена? Нет. Три дня назад. А это что, сухарики? Это да. Хлеб был, да? Нет. Вот хлеб хороший. На, ты смотри. Ты мне скажи, что пропадает. Колбаса явно пропадает. Вот, если я картошку не съел. Киви, фрукты всякие. Да, ты с колбасой что? Она скукожилась, ей холодно. Ну, ее, может, выкинуть надо, если не сила старая? Нет, я ее рада здесь. Мы ее купили три дня назад вместе с этой. Смотри, у вас фруктов куча, это хорошо. И консервов куча, у нас это дома меньше. Посуда не мытая. Ай-яй-яй. Мытая, алло. Самое важное все помытое. А, самое важное помытое, а остальное что? А остальное это посреди заготовки. Капец, мы эту шаурму Насте неделю назад давали. И она говорила мне, что она ее съела. Она сказала, что она ее съела? Да. Катя, где крышка? Так, что тут у них творится в ванной? Все вообще замечательно. Чисто? Точно? Точно. Это все чисто. Угу. Что у вас там в спальне? Пошли, хорошо. Это на шкафах. Что там, покажи. Порядок? Покажи мне, что в шкафах. У Насти порядок? Да. А у Кати? Да, ну порядок, пойдем. Нет, ну у нас же... Я не покажу вам, я не покажу. Ай-яй-яй, Канти, как не стыдно. Я не покажу. Она хочет в мулькам заглянуть. А ты пусти, пусти. Вот-вот, я же говорю, пусти. Ой, мне кто-то звонит. На тумбочке Мишка сидит, светильник. Это, кстати, моя тумбочка. Она шарик не сильно вдохновляет. Кать, занимались с Лидой вчера? Занимались с Лидой? Чикодачи позу вчера. Да. Позавчера, да? А что вам? Замоним. Так, Алиса уже нашла, чем поиграть с папиными ключами. Это ты сейчас напечатала, да? Это я напечатала. Алиса, посмотри, как код у тебя печатает. Но код у тебя нормально печатает. Из-за правды системы непрерывной подачи чернила, а оригинала нет. Тут у девочек гантельки лежат. Вы занимаетесь? Да. О, а кто такого лебедя сделал? Лебедь мой на труды. А что ты его не сдала? Уже школа закончилась. Не сдала. А, и забрала? Да наш он ей, ты видела его. Гадкий утенок какой-то. Мне нравится. А можно я его домой заберу? Забирай. Алиса будет смотреть на твою. Такая гора карандашей, фломастеров. Смотрите, шкафчик у девчонок. Куча косметики стоит. Чуть ниже. А что здесь? Алису свою. Чуть-то у нас оставила. Ну ладно, заберу. Может, Алиса будет играться. Мало крабов каких-то. Скажи, что здесь? Это моя полочка. А, что здесь? Вот в этом. А, денежки, что ли? Это мелочь, да. Копилка моя. Копилка. А там, кстати, есть. Тише, Алиса ж спит, Даша. Не греми только. Ого. Накупила. Давай Дашке отведем. Ты что, там почти 100 гривен. Да? Да. У вас тут целая мастерская для маникюра. О, селфи-палка. Вы пользовались, кстати? Снимали хоть раз? Моя полочка с блокнотиками и Катей. Ты ими вообще пользуешься? Да. Катя новые покупает, а у вас куча стоит. А этим вы пользовались? Снимали уже? Я снимала. И как? Как штатив использовала, да? Да, как штатив и как селфи-палка. Бабушка взяла ноутбук с собой, потому что Катя попросила делать с ней ДПА. Ну, я смотрю, что бабушка играет в игры, как и раньше. Ну, так хорошо, Катя ж никак не дойдет. Подожди, ну, что ты делаешь? Дай хоть сохраниться. Подожди, подожди, подожди. Давайте всем покажем, что у бабушки на рабочем столе. Смотрите, заметка на каждый день. Что надо каждый день сделать, чтобы быть здоровым, я так понимаю, да? Два часа без телефона перед сном. Кать, ты это видела? Да. И как тебе? Впечатляет этот пункт? Ну, смотри, я выполняю почти 8 часов сна. Возможно, 9000 шагов. 7 стаканов воды, возможно. 6 минут медитации, такого я не делаю. 5 фруктов, овощей выполняю. 4 перерыва на... О, это у всех, наверное, 34. У нее один перерыв длиной в тень. Я слушаю музыку и убираю. 3 приема пищи есть, 3 перекуса, ну, такое. 2 часа без телефона перед сном, такого не мает. Одно занятие спортом есть. Вот это ты прям идеально живешь. Смотри. Баб, мне это неинтересно. За первое задание, за одно задание, 1 балл, понял? А сколько надо набрать баллов, чтобы было 12? 37-40. Ну, то есть все решит. Ну, смотри, я набрала 8 за первое, то есть уже 4 балла у меня есть. За второе я набрала 3 из 4, а сколько за одно задание дается? 2 балла. 6. 8, по 6, 14, смотри. 14, все, уже 7 у меня дам. А ты разве его уже писал? Правда, я писал. Из третьего я 2 сделала. По 4 балла, 8 баллов. 8, 8, 8, ой, 22. 8 баллов я заработала. А с четвертого ничего не сделала. Лисюшка спит. Катя с бабушкой занимаются. Костя уехал к нам домой. А мне скучно. Я за последнее время вообще забыла, что такое слово скучно. У меня все время были какие-то занятия. И тут я попадаю на квартиру к девчонкам и понимаю, что мне реально нечем сейчас заняться. Ничего с собой не взяла. Позвонила Косте, попросила. Сейчас будет ехать, чтобы мне привез какие-то книжки от издательства Миф. И когда привезет, мы с вами их почитаем. Чтобы не скучать. Пока вот занимаюсь. Чем попало? Мышцы тренирую. Как их вообще правильно качать-то эти гантельки? Как это правильно делается? Как-то вот так, наверное, да? Я нашла кое-что интересненькое у девочек на полочках. То, что я им давным-давно подарила. И наверняка они этим еще и не занимались. Набор называется «Сумасшедшие ученые». Расписание нам не надо. Здесь коробочки. Так, судя по тому, как валяются перчатки, может быть, уже и пользовались. О, а нам нужен был шприц, чтобы заправлять чернила. Девчонки сказали, у них нету. Да, здесь явно уже что-то происходило. Смотрите на эту свечку. Пойду спрошу у Кати, что такое. Катя, а вы занимались уже опытами? Что это? Ну, это в опытах ваших лежит. Это вы уже проводили опыты? Или оно там изначально такое было? Изначально такое было. Да не может такого быть. Изначально такое было. Пойду у Насти, спрошу, наверное, Настя. Это вы уже так много успели разобрать? Мамочка, мы все делаем устно, мы умные. Настя, ты уже опыты производила? А что вот эта свечка искривлена? Я не знаю. Что такое было в наборе? А вообще, чтобы учиться было интереснее, нужно вот по таким книгам учиться. Смотрите, как весело может выглядеть физика. Забавные картинки в этой книжке. Смотрите, 2023 конфеты равно 9 щенков, равно 2 велосипеда, полный чемодан и сумка. Лед замерз, можно кататься. Почему же человек останавливается, когда катится? Все из-за трения. Читая интересный рассказ, узнаешь очень много фактов. Что такое инерция? Масса тела. Видите, как показывается, как по инерции едет вперед автобус. Сила притяжения. Гроза и электричество. Наверняка у вас есть много вопросов по поводу этого всего. Я думаю, вот с такой книжкой можно за один вечер очень много узнать из физики. Причем узнавать именно с удовольствием. Это же не скучно изложенный учебник, правда? А здесь про Ньютона. Если хотите себе такие книжки, я оставляю ссылочку в описании, где их можно купить. Лично я, взрослая тетя, с удовольствием почитаю эту книжечку тоже. И еще у нас есть увлекательная химия от издательства МИФ. Смотрите, я нашла рецепт стекла в картинках. Здесь вообще круто есть задание. Возьми разноцветные леденцы, выложи их на противень, на самую высокую температуру, наблюдай, что получится. Достань противень. Вот таким и было первое египетское стекло. Прикольно. Я советую всем начинающим физикам, кто в школе начал изучать, покупать энциклопедии с чегостиком. Потому что вы будете изучать с большим интересом физику. На примерах будете все видеть, будете сами делать какие-то опыты. И на самом деле химия и физика это очень интересные науки. Но только в том случае, если ты ничего не пропустил, не упустил, потому что потом просто перестаешь понимать. Я в свое время пропустила несколько занятий по химии и перестала понимать. Хотя изначально очень хорошо по ней училась. Ссылочку на сайт оставляю в описании. Ну что, она немножко поспала. Чего ее опять усыплять? Ой, обрадовалась. Ты улыбнулась. Отдохнула чуть-чуть, да? Все, лезешь на Настеньку. Ой, что, Боже, Настя, оторвись от телефона. Как кошка. Я вообще-то делаю, Даня. Я читаю. Я на экзамен, мам. Настя с Катей скоро будут сдавать экзамены. До 6 июля они уже должны их все написать. И тогда уже мы будем посвободнее, будет поспокойнее. Ну и, конечно же, мы скоро едем на видео в жару. Не забудьте проголосовать за канал Хомки в блогосфере. Ссылочку вам оставлю. В номинации «Хвостатый блогер» выбирайте канал Хомки и ставьте галочку. Всем пока и до следующих встреч в новых влогах. Субтитры сделал DimaTorzok